добрый день коллеги ставим традиционные плюсики если все хорошо слышно видно прошу вас в чат отлично отлично спасибо огромное да вот приветствую вас на ставшими уже традиции наверное наших вебинарах с авторами в этом учебном году издательство приняло решение знакомить читателей и пользователей с нашими авторами мы уже провели встречу с одним из переводчиков в октябре это было если кто-то присутствует с этой встречи вам всем привет было очень здорово это было очень интересное интервью наша ноябрьская трансляция она не менее увлекательная на тему актуальную и сложную но об конечно лучше расскажет наша сегодняшний спикер наталья викторовна мекляева чуть-чуть о ней расскажу и потом ее пригласим уже в нашу вебинарную комнату вести основную часть этого вебинара наталья викторовна мекляева кандидат педагогических наук профессор почетный работник образования города москвы член корреспондент международной академии науки педагогического образования международной аттестационной палаты международной академии информатизации европейской ассоциации вузов и преподавателей высшей школы кроме того наталья викторовна у нас член методического объединения подготовка специалистов для работы с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного и специального образования при кафедре дошкольной дефектологии института детства мпг у московского педагогического государственного университета главный редактор журнала современный детский сад друзья поверьте вот таков о о о о о о о о Продолжение следует... Небольшой сбой по сигналу у нашего ведущего. Сейчас Анна Ивановна перезайдет, и все будет нормально. Скажите, пожалуйста, меня сейчас хорошо видно, слышно, все ли нормально с моей стороны? Хорошо. Все, тогда сейчас ждем нашего спикера. Это бывает, ничего страшного, техника есть техника. Пятница 13-я, никуда от этого не деться. Все, что может сломаться, именно в этот момент у нас сломается. Поэтому не переживаем. И, коллеги, пока ждем подключения Анны Ивановны. Маленькая ремарка по организационным вопросам, по сертификатам, по презентации, по записям. Я вам расскажу уже в конце, после окончания нашей встречи. Поэтому, если какие-то вопросы будут, в конце встречи можно будет их задать, просто чтобы сейчас не отрывать время от наших ведущих. Вот, все. Да, вебинарная комната передо мной захлопнула в свои двери. Тем не менее, я продолжу вам представлять сегодняшнего спикера. Остановилась я на том, что Наталья Викторовна регулярно участвует в международных и всероссийских конференциях с докладами. Является автором сотен публикаций. И мы очень рады, что часть этих изданий все-таки выпустила именно наше издательство, Директ Медиа. Кроме того, Наталья Викторовна уже ввела вебинар на базе Директа Казахстана. Коллеги, друзья, здравствуйте. Я думаю, что про себя можно и рассказать, и вмешаться здесь. Тем более, необходимо помочь модераторам. Меня зовут Микляева Наталья Викторовна. Я кандидат педагогических наук, профессор кафедры дошкольной дефектологии. И сегодня тема вебинара, с которой я хотела бы вас познакомить, это инклюзивное и специальное образование. Речь пойдет не вообще о проблемах инклюзивного и специального образования, а о программно-металлических аспектах. И в первую очередь сейчас, если все в порядке, я тогда пойду дальше по содержанию вебинара. Если со связью проблемно, тогда будем ждать, пока появится Анна Ивановна. Итак, плюсики поставьте, если все в порядке, я спокойно двигаюсь дальше. Спасибо. Итак, то, что касается инклюзивного образования. Для того, чтобы понимать, какие проблемы и как их решать, необходимо понимать те термины, которыми мы оперируем. А мы с вами будем оперировать такими терминами, как интеграция, мейнстриминг и инклюзия. Термин интеграция на самом деле происходит с латинского интеграра и переводится как восполнять и дополнять. Предполагается, что интеграция направлена на совместное участие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями в развитии, в любых видах деятельности со сверстниками. При этом ребенок получает возможность реализовать все свои социальные роли и функции. В частности, с точки зрения роли и функции, это роль воспитанника детского сада, роль ученика или обучающегося школы и так далее. И поэтому, когда говорят об интеграции, то в первую очередь акцент делается на том, что ребенок должен приспособиться к этому бытию совместному. То есть требование предъявляется в первую очередь к поведению, к действиям, в том числе учебным действиям и самоорганизации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Реализация такой модели, модели социальной в первую очередь интеграции, она связана с целым блоком нормативно-правовых документов. Это и декларация о правах инвалидах, и всемирная программа действий в отношении инвалидов, Соломанская декларация и так далее. При этом выделяют разные формы интеграции. Полная интеграция, временная или частичная и эпизодическая интеграция. Если сейчас рассматривать историю развития данного понятия, то полная интеграция на данный момент заменена термином инклюзия. Частичная интеграция соотносится с пребыванием ребенка не в общеразвивающей группе или классе для нормально развивающихся детей, а с пребыванием ребенка в комбинированной группе или ресурсном, например, классе. А эпизодическая интеграция предполагается, что ребенок находится в условиях компенсирующей группы или классе коррекционно-развивающего обучения. И эпизодически, например, во время совместных прогулок, потому что веранда рядом, во время досуговых мероприятий, когда разновозрастные группы объединяются внутри детского сада или школы, во время годового цикла праздников, в эти моменты дети находятся вместе с нормально развивающимися сверстниками. Эпизодически. Другими словами, интеграция не означает, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья находится только в одних условиях. В зависимости от вида интеграции условия могут меняться. При этом, для того, чтобы ребенок мог интегрироваться, повторяю, по отношению к нему, предъявляются особенные требования, связанные в первую очередь с его возможностями адаптации, социализации, формирования произвольного поведения и деятельности. И для этого педагогов обычно обучают приемам формирования произвольного поведения и деятельности таких детей. Сюда относятся, например, ограничения и конкретизация целей, создание внешних опор, выделение алгоритма действий и так далее. Но самое главное, это чтобы ребенок поддавался вот этим приемам. Другими словами, ребенок должен уметь частично исправлять тот социальный вывих, в котором он находится. И если благодаря этим приемам он начинает больше отвлекаться в педагогическое воздействие, больше откликаться на процесс воспитания и обучения, то считается, что интеграция осуществляется нормально. И менять форму интеграции не нужно. Для того, чтобы ребенок стал таким и мог интегрироваться, необходимо, чтобы у него были сформированы определенные не только социальные навыки, но и академические навыки. То есть способность учиться, способность воспитываться вместе с нормально обучающимися сверстниками. Список таких навыков определяет ФГУОС стандарт начального общего образования, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. В ФГУОСе говорится о том, что такие навыки, академические навыки, необходимые для интеграции, формируются в зависимости от содержания адаптированной программы и от индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Это означает, что для ребенка с ОВЗ, который находится в условиях интеграции, обязательно реализация примерной адаптированной программы, разработанной и утвержденной государственным экспертом, проведенной через экспертизу. И такая программа обычно находится в архиве программ на сайте ФГУОС-реестр. С другой стороны, вот эта программа, так как ребенок находится в условиях интеграции, то есть в условиях взаимодействия с нормально развивающимися сверстниками, она должна быть адаптирована под эти условия. И вот эта адаптация происходит через разработку индивидуального образовательного маршрута такого ребенка. Для того, чтобы такой индивидуальный маршрут разработать, необходимо иметь профессиональные компетенции в области навигации, создания условий для такого ребенка, комплексного сопровождения, то есть подбора специалистов, для того, чтобы они разработали план работы с ребенком, и этапы, задачи, содержание работы на каждом этапе, для того, чтобы они могли оценить динамику его индивидуального развития. И одним из вариантов решения данной проблемы является конструктор индивидуального маршрута. Это флешка, которая вставляется в процессор, а дальше она работает как программа, загружает драйвера на компьютер, дальше она работает как программа, которая в зависимости от ваших ответов «да», «нет» и конкретизации условий, в которых находится ребенок, она дальше создает и маршрут, генерирует его под вашим руководством, и программу. Однако, если нет возможности вот такой компьютеризации образования, и нет помощи со стороны специалистов, которые помогают сделать такую программу, а в условиях интеграции, особенно если это полная интеграция, не всегда есть специалисты коррекционного профиля. То есть на практике получается так, что интеграция, которая относится к категории полной, может осуществляться воспитателями, учителями, психологами и социальными педагогами, а ни учителей логопедов, ни дефектологов может не быть в образовательной организации. Обычно это происходит тогда, когда в штатное расписание, из-за того, что нет у детей статуса ОВЗ, не вводятся специалисты, не выделяются ставки специалистов. И поэтому у детей нарушения в развитии есть, а статус ОВЗ, позволяющего выбить ставки специалистов от учредителей, статуса в этом случае нет. И получается, что здесь либо должна вот такая компьютерная технология помогать модерировать программу, этапы, задачи, упражнения, и выводить, например, на какие-то конструкторы электронных игр, которые эти дефектологические и логопедические задачи решают. Либо второй вариант – используются программы, методички, которые позволяют компенсировать эти пробелы. В данном случае на слайде вы сейчас видите книгу, которая называется «Дети радуги». Она издана в Директ Медиа. Это пособие, в котором рассматривается такой конструктор индивидуальной адаптированной образовательной программы. Учитывая, что сейчас дети, самый большой массив, которые попадают в условия интеграции, полной интеграции и инклюзии, это дети с задержкой психического развития и дети с тяжелыми нарушениями речи, дети плохо говорящие, неговорящие, это самый популярный контингент по статистике, то именно для такого контингента, для детей с ЗПР и ТНР разработан такой конструктор. Его могут использовать как специалисты, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, так и не специалисты, воспитатели, педагоги дополнительного образования, естественно, психологи тоже. Сейчас подробнее пробегусь по содержанию данного пособия. Сюда входят методические рекомендации к созданию рабочей программы учителя-дефектолога или учителя-логопеда плюс воспитателя, если мы говорим о дошкольном образовании. А это пособие именно посвящено дошкольному образованию, то есть работе с ребенком в условиях детского сада. И здесь описана структура рабочей программы, дан готовый пример рабочей программы. Я вообще в свое время удивилась, почему Директ Медиа согласилась публиковать готовый макет. Вот этот пример рабочей программы включает комплексное планирование по всему учебному году на две возрастные группы. То же самое популярное, это старшие подготовительные, причем разновозрастные. А потом поняла, на самом деле, из-за того, что очень мало хороших квалифицированных образцов, и в интернете, когда их ищешь, только через свои ошибки получается, учишься и понимаешь, что подходит, что не подходит, что правильно, что неправильно, что профессионально, что не до конца профессионально. А здесь готовый образец, он порядка 100 страниц, вот эта рабочая программа. И получается, что здесь не просто готовая рабочая программа, как макет, а здесь есть хорошие образцы планирования, как перспективного, так и календарно-тематического. И получается, что, посмотрев на хороший образец такого планирования, то есть получается и по месяцам, и по неделям, и по каждому дню в неделе, после этого легче становится, с одной стороны, конспекты групповых, индивидуальных занятий с нашими детьми, с нарушениями в развитии разрабатывать, а с другой стороны, подбирать комплексы эффективных игр и упражнений, потому что в макете все это уже есть, заложено. Соответственно, дальше в пособии описывается то, каким образом специалист или не специалист может, используя данный макет рабочей программы, генерировать либо комплексы упражнений, развивающих для работы с ребенком, либо конспекты занятий. При этом в конспекты занятий входит два варианта описания. С одной стороны, если у нас есть, например, компьютерные игры, и компьютерное оборудование, а с другой стороны, если у нас этого нет. Учитывая современные реалии, когда мы все переходим постепенно на дистант или частично находимся на дистанте, вот такие онлайн компьютерные игры, они значительно помогают оптимизировать, и оптимизируют работу по индивидуальному или подгрупповому сопровождению работы с такими детьми. После того, получается, как мы создали рабочую программу педагога-специалиста, когда есть планирование работы с группой, и в том числе подгруппой с детьми с ОВЗ, можно приступать к разработке индивидуального образовательного маршрута и программы для каждого ребенка, который оказался в условиях интеграции. И маршруты программы, если их объединять, они называются интегрированным маршрутом и программой или индивидуальной адаптированной образовательной программой. Для себя как различаем. Если ребенок статус ОВЗ имеет, тогда на него разрабатывается индивидуальная АУП. С одной О, значит, это на одного ребенка. Если он статус ОВЗ не имеет, то есть родители, например, отказываются идти в ПМПК, отказываются, чтобы ребенку поставили психолого-педагогический диагноз и создали для него специальные условия и подобрали для него логопеда-дефектолога, в этом случае на ребенка разрабатывается совмещенный такой маршрут и программа. А по законодательству есть и один вариант нормативно-правового обеспечения и второй вариант нормативно-правового обеспечения. Но путать их между собой не нужно. Это разные блоки документов в зависимости от того, статус есть или статуса нет. Сейчас мы рассматриваем сами вариант под интеграцию, а в рамках интеграции мы помним, что есть несколько вариантов, несколько форм интеграции. И получается, что если это эпизодическая или это временная интеграция, тогда под ребенка индивидуальная АУ разрабатывается. А если ребенок в составе общеразвивающей группы или класса, в этом случае обычно статуса УЗО его нет, пока на него не наткнутся специалисты ППК или пока не начнут жаловаться воспитатели, учителя, дефектологи. То есть пока не пойдут какие-то запросы от участников образовательного процесса, связанные с тем, что он плохо воспитывается или плохо обучается. И в этом случае для ребенка разрабатывается индивидуальный маршрут и программа. Конструктор такого индивидуального маршрута и программы включает несколько разделов. Первый блок, первый раздел – это общие сведения. Сюда входят данные ребенки, заключение и рекомендации по МПК, психолого-педагогическая характеристика, сведения о включении в образовательный процесс в группу, куда ребенок интегрируется, и общие задачи на период реализации маршрута и программы. Задачи, если ребенок раннего возраста, делаются на год, а если ребенок дошкольного возраста, то есть с 3 до 7 лет, то эти задачи делаются от года до 3 лет. Но маршрут обычно составляется на 1 год, потом он может измениться, если меняется сам ребенок. Сейчас немножко подвисает презентация. Как выглядит это в виде бумаги? Вы сейчас видите. Вот эти вводные сведения, они занимают буквально 1,5-2 странички. При этом обязательно на этом этапе упомяну, так как это интеграция, что общеразвивающая программа интегрируется с программой коррекционной, то есть с примерной адаптированной программой. Вот здесь на слайде в качестве примера интегрируется программа от рождения до школы под редакцией Вераксы с программой для работы с детьми «Задержка психического развития», разработанной Боряевой и Логиновой. Второй раздел индивидуального образовательного маршрута и программы. Это, собственно, маршрут. Это навигация, которая показывает, в каких условиях находится ребенок в каждый момент времени организации образовательной услуги. И эти условия включают три модуля. Это безбарьерная среда, общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического процесса и интеграция с медицинским направлением и ПРА индивидуальной программы абилитации и реабилитации ребенка-инвалида. Абилитация – это если ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, реабилитация – если ребенок более старшего возраста, к подросткам в основном относятся, когда трудовые функции есть. Сейчас вы видите на слайде описание данной части документа. Как я уже говорила, безбарьерная среда, что входит в общие специальные условия. А сюда входит как режим пребывания, так и рекомендации специалистов медицинского профиля, противопоказания, а также называются те специалисты сопровождения, которые будут находиться вместе с ребенком. Далее, если ребенок не имеет инвалидности, на этом индивидуальный маршрут заканчивается и плавно переходит в индивидуальную образовательную программу. В индивидуальной программе есть несколько модулей. Это комплексирование программ, и речь идет о общеразвивающей программе, потому что ребенок в условиях инклюзии, и коррекционно развивающей программе, потому что эта инклюзия может быть разная, в том числе частичная, эпизодическая. При этом, когда комплексируются программы, выделяются этапы задачи работы с ребенком, подбираются под каждые этапы задачи целевые ориентиры реализации маршрута и программы, то есть чего он достигнет, чего он, скорее всего, не достигнет, и на каком уровне. Под каждые этапы задачи подбираются комплексы интерактивных игр и упражнений, и поэтому появляется второй модуль. Если это интерактивные, то интерактивное сопровождение программ, чем обеспечивается. Если нет интерактивных, то просто комплексы игр и упражнений. Некоторые авторы, например, которые разрабатывают маршруты, методисты, для глухих детей и слабослышащих, они просят еще также описывать здесь методы и речевой материал, который будут осваивать дети. Следующие модули сопровождения в рамках программы, сейчас мы описали типичные, те, которые по программе коррекционно-развивающей под данный тип, под данную категорию ОВЗ подходят. А есть еще аспект, который касается индивидуального сопровождения, то есть в программах его не найдешь. Это вот та специфика сочетания первичного, вторичного, третичного нарушения развития у ребенка и тех социальных условий, в которых он находится. Это может быть разное совершенно. Специфика, и в рамках этой специфики разрабатывается содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения. Под сочетание потом типичных нарушений и индивидуальных разрабатывается адаптированный учебный план. Если мы говорим о школьниках, если о дошкольниках, то адаптированный образовательный план. И под этот план подбираются формы индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка. Сейчас на слайде видите описание данной части программы. И обязательно после этого, то есть мы сейчас описали вводную часть, маршрут, программу. После этого маршруты программы совмещенной должны заканчиваться листом итогового контроля. Лист итогового контроля подписывают специалисты сопровождения и методист, который помогал разрабатывать и координировать эту программу маршрут. А с другой стороны, всегда есть согласование с родителями. С результатами работы за год ознакомлены и подписывают родители. Сейчас я описала то, как делает это конструктор электронный. Можно без конструктора обойтись. И в этом случае мы будем строить индивидуальные маршруты программы, опираясь на пособие. Вот то пособие, которое я уже вам упоминала, это программное механическое пособие «Дети радуги». Вот в том пособии есть отдельные разделы работы, которые касаются проектирования как индивидуальной программы, так и программы групповой работы. Если ребенок находится в условиях неполной интеграции, обычно это комбинированная группа. И под комбинированную группу необходимо создавать программу работы на всю группу, то есть на всех детей с ОВЗ, которые находятся в условиях этой группы. Например, в группе 17 детей, из них 5 детей из задержки психического развития, под вот эту пятерку необходимо делать не на каждого отдельно свою вот эту индивидуальную программу и маршрут. Они, в принципе, будут похожи друг на друг, потому что категория одна и та же, и условия они находятся в одних и тех же. Отличаться только индивидуальными вещами будут. И в этом случае для вот этой подгруппы создается адаптированная основная образовательная программа. Такая же адаптированная с двумя О, значит, групповая форма. Такая же форма работы будет реализована в компенсирующих группах класса коррекционно-развивающего обучения, где все дети, дети с ОВЗ. Кстати, по этому поводу есть и обратная инклюзия. Когда в группы детей с ОВЗ интегрируется норма, и вот тогда на норму придется делать индивидуальные маршруты и программы. Но когда мы говорим о программе работы с целой группой, здесь предъявляются другие требования. Сейчас на слайде, посмотрите. Вот это содержание генерируемого документа в пособии будет полностью описана и методика, как это сделать, и по каждому пункту будут даны методические рекомендации. Например, как писать пояснительную записку, как писать целевой раздел программы, как к этому целевому разделу программы содержательную прикрепить, как к содержательному прикрепить теперь организационный раздел программы, и что внутрь должно быть введено, опираясь на особенности работы с данной группой. Для того, чтобы специалистам было легче, отдельно сделали пособие с Директ Медиа, которое называется рабочая программа воспитателя, логопеда и дефектолога. И если специалисты работают на группе, не с одним ребенком, как я вот до этого рассказывала, а когда они работают в условиях комбинированной группы или компенсирующей группы, в этом случае их рабочую программу нужно по-другому организовывать и описывать. Потому что здесь очень много как раз специфических своих моментов. Функции, которые реализует при этом рабочая программа, на слайде представлены. Самое главное – это функция целеполагания и определения содержания работы с детьми. И вот эти функции, они сочетаются с функциями специалистов из профстандартов. В данном случае пример дан из профстандарта учителя-логопеда. Сейчас, секундочку, у меня пролистывается очень быстро. Структура такой рабочей программы повторяет структуру адаптированной основной образовательной программы. Но в отличие от структуры адаптированной образовательной программы, она направлена не на описание этапов и примерного содержания работы с детьми, она направлена на конкретизацию работы с дошкольниками или школьниками. И в этом случае конкретизация идет через планирование работы. То есть конкретизация описывает перспективное планирование работы с группой детей с ОВЗ, календарно-тематическое планирование работы с группой с ОВЗ и описывает комплексы примерных игр и упражнений по тем образовательным областям, которые интересуют специалистов. Ну, например, если логопед, то его будет интересовать речевое и социально-коммуникативное развитие. Если это дефектолог, его будет интересовать познавательное развитие и физическое развитие, развитие мелкоматорики. Если это воспитатель, его будут интересовать практически все образовательные области, но часть из них он отдаст, делегирует логопеду и дефектологу или психологу. И для того, чтобы разобраться в этом делегировании, с другой стороны, понимать, кто как, что планирует и чем может пользоваться, есть второе пособие, которое называется «Дети радуги». Вторая часть – это металлический комплекс к адаптированной образовательной программе. Содержание этого комплекса, в отличие от предыдущего комплекса, делит все содержание работы с детьми по возрастам и внутри каждого возраста, описываются задачи, методические рекомендации к проведению игр и упражнений коррекционно-развивающих и описывается подготовительный, основной и заключительный этап работы с детьми. Так по каждой образовательной области. Теперь опишем то, что связано со следующей моделью. Это модель уже не интеграции, а модель более современная. Это модель мейнстриминг, включение в общий поток. Она разработана на основе модели «Каскад». И в этом случае она предполагает, что дети объединяются, дети с УВЗ и нормально развивающиеся дети, объединяются там, где требований к качеству воспитания и обучения не предъявляются. И поэтому, в принципе, требовать работы специалистов в рамках мейнстриминга не нужно. И можно экономить на реализации коррекционно-развивающих услуг. Поэтому мейнстриминг, да, по-английски переводится как «выравнивание приведения к распространенному образцу». Только обратите внимание, вне контекста образовательных программ. Это означает, что мейнстриминг в основном будет касаться досуговых программ, досуговой деятельности. И в этом случае коррекционную работу, коррекционно-развивающую, будут брать на себя воспитатели, педагоги дополнительного образования, театры и ассистенты, которые будут сопровождать детей в рамках таких совместных мероприятий. Мейнстриминг при этом имеет главный недостаток – неприспособленность образовательной среды к нуждам инвалидам, к нуждам вообще детей с ОВЗ. То есть он просто вот кидается в этот поток и должен там плыть. Не получается обычно у детей с ОВЗ плыть, и проблемы с адаптацией, социализацией будут нарастать как у них, так и у нормально развивающейся идей. При этом существующие стандарты снижают планку требований, они в рамках мейнстриминга уже не говорят об академических навыках и компетенциях, они говорят только о жизненных навыках и компетенциях. В данном случае на слайде вы сейчас видите компетенции, которые предъявляют к детям с ОВЗ, которые попадают в условиях мейнстриминга и в условиях интеграции находятся, требования к их жизненным компетенциям. То есть дети, если интегрируются и если реализуется при этом и мейнстриминг тоже, они должны обладать адекватными представлениями о собственных возможностях и ограничениях, о способах жизнеобеспечениях, о вариантах вступления в коммуникации со взрослыми и сверстниками для того, чтобы попросить помощи. Во вторую очередь, они должны владеть социально-бытовыми умениями, которые используются в повседневной жизни, навыками коммуникации. У них должна быть дифференцированная и осмысленная картина мира, и ребенок должен не выпадать из этой картины мира, ни во времени, ни в пространстве. И последняя жизненная компетенция, которая нужна для интеграции и мейнстриминга, он должен в рамках своего социального окружения понимать ту социальную роль, которую он выполняет, например, ребенок, воспитанник, сын и так далее. И он при этом должен принимать ту систему ценностей, которая связана с выполнением этой роли. Если с этой точки зрения попытаться проанализировать современную интеграцию, мейнстриминг и инклюзию, выяснится, что, дай бог, 50% вот этого реализуется, и дети имеют возможность это осуществить. Я уже не говорю о том, что дети, попадая в условия мейнстриминга и вот такой спонтанной эмпирической инклюзии, дети, к сожалению, свои жизненные некомпетенции или жизненные неспособности, они транслируют в группе, в которой они находятся. И если группа тоже страдает по поводу некоторых компетенций, то группа заражается от них, и возникает много конфликтов, которые касаются социализации, социального поведения, социально-коммуникативного поведения, уже всей группы и всего класса, не говоря уже о проблемах с родителями. Сейчас на секунду остановлюсь, здесь есть вопрос, давайте договоримся так. Это вебинар, который длится меньше, чем час, с моей стороны. Я не смогу ответить на ваши вопросы профессионально, хотя профессионально могла бы это сделать. Для того, чтобы отвечать на все вопросы по инклюзии, минимум это три часа надо. Вообще не трогая никаких презентаций, пособий, методик и всего остального, просто погружаясь в проблемы. Поэтому давайте так, если какие-то проблемы есть, меня по фамилии, имени, находите в ВКонтакте или в Фейсбуке, и там подробнее поговорим. Но если при этом вопросы, которые касаются, знаете ли вы специалистов, занимающихся проблемами сопровождения детей с ОВЗ, и детей инвалидов другой возрастной категории, и в данном случае специалистов я знаю, Игжанова, Стребелева и так далее, надо понимать, какая категория это вас интересует. Если база девятый класс, это наверняка ребенок до этого возраста не социализировался, и не приобрел те академические навыки, которые необходимы для его возрастной группы, значит, речь идет, скорее всего, об устно-отсталых. Если речь идет о детях с нарушением интеллекта на отсталых, тогда нужно обращаться с точки зрения методического сопровождения на ДФАКе, конкретно на кафедры олигофрена педагогики. И там эти много вопросов, они сразу будут реализованы. А за один момент, в течение двух секунд или трех секунд, я вам не отвечу, к сожалению. Итак, то, что касается майн-стриминга, это самый опасный, на самом деле, инструмент, потому что он выступает не только в пользу социализации, но и в пользу дезадаптации, дессоциализации и так далее. На что хотела бы здесь обратить внимание. Сейчас есть очень интересные программы, тоже компьютерные, которые позволяют подготовить ребенка к тому, что он окажется погруженным в такой майн-стриминг и погруженным в спонтанную инклюзию. И помощи будет недостаточно той, которая будет осуществляться. И в этом случае, например, можно скачать на телефон бесплатную программу ArtTutor. И эту программу через сайт можно посмотреть, как сопровождают специалисты. Другими словами, есть интерактивные картинки, которые будут оживать, когда вы будете направлять эту видеокамеру с телефона, будете направлять на интерактивную раскраску, а работая с раскраской, вы будете работать с ребенком конкретным. Чем мне нравится? Там очень много режимных моментов от игры. И вот если я сейчас повторять вопрос Натальи Геннадьевны, ее интересовало дети, скорее всего, с нарушением интеллекта, и, может быть, и с расстройствами аутистического спектра. Так вот, как раз вот эта программа, она специфична. Она нацелена на сопровождение детей с нарушением интеллекта и с расстройствами аутистического спектра. В частности, лучше всего по ней работают дети, у которых атипичный аутизм. С точки зрения сопровождения, чем можно помочь? Я сейчас быстрее стараюсь пролистывать, потому что презентация еще половина времени, и у меня еще 15 минут всего. Итак, можно сопровождать и детей научить ориентировке в предметном расписании. Это очень важно при погружении ребенка, при майнстриминге ребенка в общеразвивающую группу или класс, особенно для детей с расстройствами аутистического спектра, нарушением зрения, нарушением интеллекта. Если мы говорим о школьниках, то вот такие предметные расписания и для старших дошкольников тоже заменяются на визуальные расписания. И при этом это расписание будет касаться как отдельных режимных процессов, так и организации алгоритма поведения внутри отдельного режимного процесса. Сейчас, например, вы видите, как тютер в этом случае отрабатывает подготовку ребенка, например, к занятиям физкультурой, что требуется для этого делать. При этом обычно, если есть заявление со стороны родителей, оно, в принципе, должно быть. И ребенку очень тяжело будет без специалиста. Если есть заявление со стороны родителей, и если есть, получается, заключение ППК о необходимости индивидуального сопровождения ребенка, испытывающего трудности во своей неосновной образовательной программы, это статусово зазначить нет. Тютера при этом все равно выписывают, потому что есть заявление родителей. И тютер при этом проводит ребенка по нескольким уровням совместных действий. Он учит их действовать вместе с ним, и при этом раздельно передавая активность от взрослого на ребенка. И получается, он учит ребенка совместно раздельным действием сначала, потом совместно последовательным действием, потом совместно распределенным действием. И в этом случае, когда мы говорим о таким совместно последовательных и совместно распределенных действиях, очень важно научиться какой-то совместной деятельности. Если мы говорим о подготовке ребенка с ОВЗ к включению в совместную деятельность со сверстниками, можно использовать специальные парциальные программы. Они должны реализовываться в условиях совместной деятельности, в условиях чего-то совместного. Например, лидерские мастерские, коммуникативно-речевые практикумы, познавательно-игровые практикумы. Обычно это не просто игры-занятия, а то, что связано с тренингом отношений и тренингом совместных вот этих действий. Один из вариантов сейчас на слайде представлено. Директ-медиа помогла опубликовать парциальную программу, которая называется «Развитие стратегического мышления дошкольников». Речь пойдет и о норме, и о детях с ОВЗ, когда они вместе объединены, и как сделать так, чтобы они работали вместе и как команда. И вот эту командность в данном случае в рамках пособия обеспечивает совместное конструирование. Выпущены две книги. Первая часть для младшего и среднего дошкольного возраста, и вторая часть для старшего дошкольного возраста. В рамках книги описана, так как это программа, описан целевой, содержательный и организационный раздел программы. И каждый вид совместной деятельности, например, конструирование по подражанию, по показу, по образцу, в основном для детей с ОВЗ, конструирование с натурой и по представлениям, в основном для маленьких детей с нормальным развитием, нормативным развитием, детей среднего возраста с ОВЗ, конструирование по чертежам и наглядным схемам, конструирование по замыслу, конструирование по условиям. Каждый этап описан с точки зрения методики, как это организовать, совместные действия. А после этого по каждой возрастной группе приводятся примеры, как в каждой возрастной группе организовать эту совместную деятельность, и как вывести ее на уровень от репродуктивного, которым владеют дети, к продуктивному и творческому действию. И показаны приемы, как их использовать на каждом этапе работы в каждой возрастной группе. Чем интересны пособия? Очень много фото и иллюстраций, которые сделаны с реальными детьми, пробированы на практике. Детские сады практически по всей России включены были в это, которые входили в экспериментальную площадку. И отдельная история здесь, в рамках данного пособия, кроме того, что детей учат совместному конструированию, их учат стратегиальному мышлению. То есть их учат стратегии совместных действий, как быть успешными, работая вместе, действуя вместе, живя вместе. И здесь есть три стратегии, которые сейчас на слайде представлены. Итак, это то, что было связано с майнстримингом, в том числе системой дополнительного образования. Конструирование очень часто реализуется через систему доп. образования. А теперь перейдем к описанию инклюзивного образования. Инклюзив по-французски это включающий в себя. И предполагается, что во время инклюзии ребенок с ОВЗ погружается в среду нормально развивающихся сверстников. Требования к нему, в отличие от интеграции, не предъявляются. Зато требования предъявляются к самой среде. Среда обязана обеспечить условия для его адаптации и социализации. При этом среда не обеспечивает условия к качеству их обучения и воспитания. Требования к этой среде представлены в целом ряде, к сожалению, косвенных документов Министерства образования. Косвенных, потому что это документы относятся к категории писем, концепций, то есть идей. При этом нет документа, которые связаны с документами прямого правового действия. То есть приказов, распоряжений по этому поводу нет. Есть на данный момент требования к выделению штатов на количество детей и к комплектованию групп, но при этом отдельно для детского сада, отдельно для школы. Но при этом в этих требованиях очень удобно замалчивается норматив, который касается нахождения ребенка в условиях инклюзии. То есть когда он находится в условиях общеразвивающей группы. В этих приказах по детскому саду по дошкольному образованию это приказ 10.14, приказ 32 пока действует. С нового года, но с 1 января будет действовать следующая группа приказов. По школе это приказ 10.15. С нового года это тоже новая группа приказов. Это конкретно приказы 373 и 442, в котором говорится о том, сколько в ставке логопеда или дефектолога, или психолога, или тьютера должно детей быть с ОВЗ, для того, чтобы появились эти ставки. И получается, что так как нет норматива под инклюзию, то из этих приказов следует, что инклюзия равна комбинированным группам. Но при этом, для того, чтобы она была равна комбинированным группам, это ноу-хау вот этого года и последних буквально вот двух лет, для того, чтобы она была равна комбинированным группам, надо, чтобы было положение в комбинированных группах и классах. Для того, чтобы было положение в комбинированных группах и классах, надо, чтобы у детей были статусы ОВЗ. Для того, чтобы у детей были статусы ОВЗ, их нужно отправлять на ЦПМПК или ТПМПК. А для того, чтобы это было, надо сначала, чтобы их специалисты обнаружили И получается, что замкнутый круг Чтобы были специалисты, надо, чтобы были специалисты И получается, что на данный момент дети в условиях инклюзии И их родители, и специалисты сопровождения, это самые бесправные люди Потому что, с одной стороны, много чего они должны С другой стороны, способов, механизмов реализации этого долга на самом деле нет Способов защиты специалистов при этом тоже нет Зато есть способы реализации прав родителей И получается, что здесь возникает противостояние и конфликты Очень часто с родительской общественностью Причина, на самом деле, очень проста Я просто привожу вам сводку из съезда Всероссийского дефектологов 2015 года По статистике, инклюзия в 8 раз дешевле, чем если бы ребенок с ОВЗ находился в комбинированной или компенсирующей группе Это данные Смолина Если ребенок при этом все-таки находится в общеразвивающей группе Есть региональные механизмы, которые позволяют штатное расписание собрать В Москве, например, это приказ Департамента образования 166-й Опираясь на этот приказ, можно выбить ставки логопедов, дефектологов, психологов, тьютеров На от 1 до 6 детей Но напоминаю, так как инклюзия в основном требования предъявляет к социализации детей То здесь нужно понимать, ради чего работают дефектологи и логопеды Не столько ради того, чтобы полностью компенсировать структуру нарушения в развитии ребенка Сколько для того, чтобы создать условия для его успешной социализации Это следует из определения инклюзии И предъявляются требования, исходя из этого, к социально-коммуникативным навыкам всей группы Социально-психологической адаптированности вот этого товарища к этой группе или классу И к тому, и к другому требования, связанные с социальным интеллектом И в этом отношении тоже издательство Директ Медиа помогло издать альбом Для экспресс-диагностики социального интеллекта детей дошкольного возраста Сделано в трех рабочих тетрадях Опираясь на модель социального интеллекта Джона Билфорда Но при этом мы старались сделать так, чтобы учитывать возможности восприятия и понимания Каких-то режимных моментов, из которых может вывихиваться ребенок с ОВЗ А с другой стороны, для того, чтобы формировать у него, даже в процессе такой диагностики, систему координат И здесь будет как восприятие, социальное восприятие происходящего, так и формирование причинно-следственных связей Так вот, по нашей диагностике получается, что в инклюзивных группах Следующее распределение детей по уровням социального интеллекта Преобладают дети с низким и средним уровнем социального интеллекта Это среди нормально развивающихся детей И среди нормально развивающихся детей только 25 высокий уровень социального интеллекта Которые готовы к тому, что в эту группу будут инклюзированы дети с ОВЗ А вот то, что касается диагностики детей с ОВЗ и их уровня социального интеллекта Это ситуация еще тяжелее У них внутри каждого уровня нарушаются отдельные компоненты социального интеллекта Когнитивный, эмоциональный, поведенческий И нужны специальные методики и программы с точки зрения этого программного методического обеспечения Которые развивают социальный интеллект как нормой, так и детей с ОВЗ И если над этим не работать, то повторяю К сожалению, поведение детей с ОВЗ иногда таково И вывихи настолько выражены социальные Что они заражают своей непроизвольностью и социальной дезадаптированностью нормально развивающихся детей В Европе это знают, поэтому они сдали специальный закон У них есть модельный закон о образовании детей и лиц с ОВЗ И по вот этому закону Россия к нему присоединилась, поэтому у нас он тоже действует По вот этому закону, если две трети родителей нормально развивающихся детей Отмечают падение уровня социально-психологической адаптированности их личных детей Которое влияет и социального интеллекта, социального развития Которое влияет на результаты их обучения и воспитания То в этом случае, несмотря на все права ребенка на инклюзию с ОВЗ В этом случае требуется перевод ребенка в другие условия и в другую группу Потому что права детей с нормой тоже не должны быть нарушены Министерство образования наше тоже понимает, что это проблема И предлагает решение с помощью специальных уроков Доброты для инклюзивной группы И для инклюзивных или ресурсных классов Методические рекомендации в основном разработаны для школьников К сожалению, вариант адаптации для детских садов вы сейчас на слайде видите С точки зрения совместных занятий в таких инклюзивных группах И в комбинированных группах тоже, где тоже норма плюс ОВЗ Но при этом детей с ОВЗ сопровождает штат специалистов И вот по приказам, которые я называла На данный момент штат даже может быть увеличен То есть есть нормативы, которые касаются прикрепления Уже не только логопедов и дефектологов в комбинированных группах Но и прикрепления педагогов-психологов Раньше этого не было в приказах Раньше психолог работал вообще на общий контингент детей А теперь у психолога получается, если есть дети с ОВЗ Больше 20 не должно быть Более того, психологи оказываются прикрепленными к комбинированным группам И состав этих групп может быть вообще всего 6 человек И психолог будет прикреплен примерно на 2 таких группы Значит, то есть и меньше чем 20 может быть у него в нагрузке Но это делается для того, чтобы обеспечить Вот эту совместную коммуникацию И психологическое сопровождение этой коммуникации И индивидуальной психокоррекционной работы с ребенком И с этой точки зрения Тоже выпущено благодаря Директ Медиа Два пособия Которые называются «Растем вместе» Это программно-методический комплекс Отдельно для младшего и среднего дошкольного возраста Отдельно для старшего дошкольного возраста В рамках данного комплекса Представлены конспекты таких совместных занятий Направленных на развитие социального интеллекта И при этом используются инновационные формы дошкольного образования В частности, речь идет о практикумах коммуникативно-речевых И при этом дается полностью описание На каком этапе этого практикума Какие картинки, какие инструкции должны быть даны детям В зависимости от уровня развития социального интеллекта Конкретной группы или подгруппы детей Ну вот второй вариант описания практикума Для старших дошкольников Везде есть рисунки Рисунки нарисованы контурной мультипликацией Специально с учетом детского восприятия Поэтому они особенные То есть это проволочные человечки Которые дети лучше воспринимают Чем, скажем так, мультипликационные образы Это то, что больше похоже на раскраски Может быть распечатано как раскраски Они могут раскрашивать одновременно Пособие интересно тем, что мало того, что есть конспекты И методические рекомендации Есть возможность скачать весь демонстрационный материал И распечатать его на формате А4 Или как-то еще дополнительно Сейчас на слайде вы видите При этом картинки обычно проблемные Мы проводили опрос воспитателей и специалистов Которые работают в инклюзивных группах Психологов И нам был создан банк Для нас был создан банк проблем Например, дети не спят Шумят во время сна Оголдят, задирают других Или плакать начинают И по вот этим картинкам По вот этим запросам были созданы иллюстрации Которые потом опробировались на ребятах Тематическое планирование При этом сейчас на слайде представлено Оно связано с движением ребенка От понимания себя и своей семьи Друзей Своего места в жизни группы Своего будущего проектирования Кем я буду? Мальчиком, девочком Значит, буду мужчиной, женщиной Какие профессии я хотел бы получить И так далее С этой точки зрения Вы уже понимаете Что один из вопросов Который параллельно возникает Педагоги Они попадают в постоянную ситуацию Прессинга Со стороны Либо качества образования Либо взаимодействия детей Друг с другом Либо взаимодействия с родителями И в этом отношении Необходимо периодически Поднимать вопросы По профилактике Профессионального выгорания И с этой точки зрения Попробовали реализовать Содержание такой работы Через региональный компонент Образования Мы знаем, что есть федеральный компонент Да, есть региональный компонент 40% реализации образовательной программы В частности Было выпущено пособие Воспитание души В традициях русского жизнечувствия Первая часть Она в основном связана С работой со специалистами И воспитателями А вторая часть Цикла Цикла родные просторы Цикла судьбы России Они по разным возрастным группам Дают конспекты занятий С детьми Упробированные Которые, получается Перекрывают Все вот эти 40% Регионального компонента На примере При общении К русской народной культуре По аналогии Можно сделать и другие варианты Ну, сейчас По содержанию Я на этом заканчиваю И вопрос, который сейчас вижу От Ивановой Марины Николаевны Если психолог на 0,5 ставки Это должно быть 10 детей С ОВЗ Да, это должно быть Половина, получается От этих 20 То есть у вас должно быть 10 детей с ОВЗ Не 20 А именно 10 Это тот норматив Который касается Работы в условиях инклюзии Но это не тот норматив Который касается работы В компенсирующей группе Там еще меньше будет То есть по приказам Министерства образования Которые с 1 января Вот-вот через месяц Начнут действовать Я уже называла Да, 373 и 442 По вот этим приказам Есть нормативы К ставкам психолога Отдельно касающиеся Каждого вида групп И по отношению к школе К сожалению Этот норматив Хуже разработан Чем по отношению К детскому саду И здесь норматив старый Остается 20 детей В ставке Детей с ОВЗ По поводу отдельно Оплачиваемая работа Она будет отдельно Оплачиваема Если у вас будет больше То есть, например Если у вас 0,5 ставки психолога И вот эти 0,5 ставки психолога Включают не 10 детей Например, а 12 детей Или 13 детей То вот эти 2 или 3 ребенка Должны быть оплачены С помощью Стимулирующего фонда Оплаты труда Который называется Доплата За расширение Зоны обслуживания И каждый из этих детей Его нагрузка Которую вы реализуете Через свои часы Переводится в денежку И вот эта денежка Как дополнительная оплата Каждый месяц Начисляется На этих детей Но просто так В эти 0,5 ставки Эти 12, 11, 13 Или 14 Не войдут Ну, на этом у меня Заканчивается Время выступления Спасибо вам за интерес Если вопросы есть Повторяю То выходите в социальные сети И там попробуем разобраться Спасибо вам за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!